Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы в гостях у Игоря Леонидовича, который очень любезно согласился дать нам интервью. Мы его вообще случайно встретили в жилом комплексе, я показывал покупателям. И тут Игорь Леонидович бежит по беговой дорожке и по-русски услышал, что мы разговариваем. Он говорит, о, привет! И что-то разговаривали, и оказалось, что уже три года он здесь, третий год, да, получается? Третий год, да, два полных. Третий год проживает, а я говорю, отдайте нам, пожалуйста, интервью, а то у нас, люди, очень много вопросов, у кого страхи, у кого что. И то есть из первых рук получить ответы на все вопросы. Будет же круто! Все, друзья, вы обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Итак, первый вопрос у нас, почему все-таки переехали из России? Ну, тут несколько факторов. Это политическая составляющая, экономическая составляющая и, наверное, возраст. Хотя политический фактор, наверное, одинаковый. Авторитальный режим и в Турции, и в России похожий, я бы так сказал. То есть демократии в любых ее пониманиях, как в Европе нет, ни в России, ни в Турции, да. Но в Турции, наверное, безопаснее, спокойнее, уравновешеннее, может быть, даже где-то провинциальное. Хотя и в Тамане мы жили в провинции, в России, в Тамане. Это постраница. Это, знаете, дорогие зрители, откуда мост построен сейчас в Крым? Это как раз в Тамане. Вот мы оттуда приехали. Но так получилось, что в Тамане перестало быть курортом. Там пришли деньги, но перестало быть курортом. Ну, а деньги пришли, и они во всех, как сказать, во всех гранях появились у людей. В заработках, в аренде жилья, в съеме жилья, в продаже жилья. Ну, это нам тоже. Хотя мы были всегда за курорт. Ну, так случилось, так жизнь сложилась. И нам подвернулась Турция. Хотя Европа больше всегда нравилась. Я не рассматривал Турцию с женой. Но, вы знаете, мы были в Стамбуле не раз. Я три раза, кажется, был в Стамбуле, но никогда не был на курорте в Турции. И вот тут моя матушка посоветовала, говорит, ты съезди на курорт. И жена меня повезла на курорт. В Аланию. Да, в Аланию. В Махмутлах. Нет, мы были в Сиде. Это, вы знаете, между Анталией и Аланьей. Мы были в Сиде отдыхали. Но я связался с риелторами из Алании. Они приехали за мной. 60 километров до Сиды надо было ехать. Приехали за нами. Привезли, показали. И я увидел настоящий курорт. Когда-то очень-очень давно. Я был с женой в Каннах. И я увидел все то же самое. И мне очень понравилось. Нам понравилось. Мы загорелись. А условия вида нажительства и проживания здесь гораздо проще и комфортнее, чем в Европе. Ну, в той же Испании солнечной, такой же, как Турция здесь. И мы решили, что нам это подходит. Мы приехали еще раз. И уже нашли жилье. И потом переехали. Прямо на машине через Грузию мы приехали на машине. Привезли свои личные вещи сюда. И все. И стали здесь жить. Я тоже на машине приехал, кстати. Тоже через Грузию ехали. В принципе, ничего сложного. Дорога хорошая. В Грузии сейчас и перевал этот сделали. В принципе, вообще. Ларс, он даже на наших глазах улучшился. Мы же даже видели, как, особенно со страны России, вообще там комфортно проходить границу, я бы так сказал. Хорошо. Второй вопрос. Меня многие спрашивают, почему именно Алания, а не Анталия? Ну, мы как-то почти ответили на него. Ну, тут вообще простой вопрос. Анталия, это... Я был, ну, раза три, наверное, в Анталии. Но мне не нравится этот город. Ну, мегаполис. Это мегаполис, да. Это промышленный, будем говорить. Город. Это историческая часть. Посетить ее даже прикольно. Даже там интересно проходить. Где у нас, кстати, консульство в исторической части в Старой, в Анталии, если кому-то понадобится туда ехать. Там красиво. Ну, это только как туристу. А жить нет. Нет. Мне тоже, я тоже об этом говорю, мне именно понравился, как Сочи, вот такой небольшой курортный город. Вот Алания, в принципе, очень похожа на Сочи. Ну, провинциально это чувствуется даже вот это вот неуловимое в людях, которые встречаются на тротуаре, которые работают в сфере обслуживания. Вот эта провинциальность, она чувствуется. Мне кажется, ее сразу всегда видно. Вы знаете, как в России? В России в деревню приезжаешь и с тобой здороваются. Душевные, да? Да. А там в городе как батарейки все бегают. Да. Вот здесь, здесь в Алании, наверное, такое же. Когда вы вот это знаете, я всегда привожу пример, мы с женой гуляем по набережной, и идет молодежь с сумками, с мясом, с закусками, но из полторолитровых, двухлитровых пластиковых бутылок не пиво, а Кока-Кола торчит. И эти люди добродушно здороваются, хотя им по 18-20 лет, и мы пожилые люди, которые европейцы, им вообще пофиг должны быть. Но они очень приветливые и спрашивают, как дела, хотя первый раз меня видят. Не с пива, не с водкой. Да, не спим. Трезвые. Никогда не видел здесь такую, как накачанную пивом молодежь, агрессивно настроенную. Никогда мне не хотелось перейти на другую сторону дороги. Ну, мы плавно переходим в третий вопрос. У нас многие люди, вот это основной страх, боятся все мусульманское, что страна, что что-то здесь такое происходит страшное. Вот как вы на этот счет что скажете? Ну, я, как сказать, человек неверующий, хотя крещеный, конечно, но человек неверующий. С уважением отношусь к любой религии. И подспудно, конечно, пропаганда делает свое дело. И даже воспитание, школьное образование всегда делают это дело. Мы читаем эти книжки про русско-турецкие войны, например. Ой, мне пишут, что у турков крови ненависть к русским. Вот такое написали. Геновь, да? Ну, да, вы знаете, а пропаганда же, она как работает? Я помню, мы лет 30, наверное, назад были в Турции. Еще в Советский Союз был. И мы по турку-турке с женой ездили. Молодые люди были у нас проездом два или три дня, мы были в Турции. Мы посетили музей, организованный группой. И я увидел ордена наших, знаете, там такая витрина, стенд. И ордена наших военно-начальников, мостских начальников, которые трофеи. Я не понимал, мы же всегда его у них выигрывали. Все войны, все битвы, все эти, Нахимовы, Ушаковы. А тут вдруг они, оказывается, тоже побеждали. Я всегда не мог понять, что в любой войне всегда ты то выигрываешь, то проигрываешь. Это всегда так бывает. Это тоже тогда накладывало отпечаток, конечно. Но, знаете, таким же молодым человеком, молодыми людьми, вернее, с женой, мы приехали из Сибири в Таджикистан советский. И когда в аэропорту мы увидим много людей в халатах, вот в этих вот восточных мусульманских халатах, это тоже сначала диковато. Вы понимаете, мы всегда ходим в рубашках, там в трико, будем говорить, в джинсах, а тут в халатах люди. Ну, конечно, шокирует. Нет, я вообще считаю, если объективно смотреть, мусульманство, почему непобедимо, если его побеждать надо, конечно, крестовыми походами, но не смогли их победить, если в историю углубляться. Но и сейчас, вы понимаете, мне кажется, эта религия достаточно сильная. И если она не экстремистская, как где-то там, ну, такие радикально направленные, то это достаточно замечательная религия. Я не знаю, мне так кажется, со стороны. Ну, у вас есть какие-то проблемы, я не знаю. Я в прошлый раз от вас услышал, зато ни одного пьяного человека не видели по городу. Ну, да. Что я сам заметил пока здесь, ну, я немного здесь прожил, очень у них первая ценность, мне кажется, на первом месте у них это семья, да? То есть они этих детей прям... А, подождите, Никита, мы когда нас привезли из Сиде сюда девушка, мы с девушкой познакомились, с нашим ребенком русскоговорящим, она говорит, вы бы видели, как папа относится к своим детишкам. У меня такое впечатление, что мама родила, и его сбросила к папе, а папа его уже лелеет и холит. Мы, честно говоря, это тоже увидели. Вот это вот к ребенку, ну, наверное, она утрировала, что мамы сбрасывают, ну, я видел это, как у пап другие глаза совсем. Это примерно, можете сравнить, знаете, как у меня у друга есть внуки, когда спросишь, а как у тебя внуки, у него глаза другие, сразу другие, он сразу маленько едет крыша от этой любви. Ну, у папы-то здесь то же самое. Семья, конечно, превыше всего. В общем, ну, получается, никаких у вас каких-то минусов от того, что мусульманская страна, никаких там... Нет, ну, я не знаю, как он называется, мой дзин или кто поет же раз пять-шесть. Ну, вот призыв на молитву, да? Да, призыв на молитву, это кругом эти матюгальники стоят, игрокоговорители, с ним, эта магнитофонная запись призывает тебя, очень красиво поет, но потом привыкаешь и не замечаешь, абсолютно. Ну, конечно, когда ты смотришь какой-то фильм, и вдруг тебе в окошко тут закричало, тут эта песня, но мы всегда говорим с женой, о, мужик запел, ура. Это как благорест, это знаете, как в России, тоже колокол зазвонили, так прикольно, интересно, но здесь чаще это бывает, может, это не прикольно, а кому-то надоедает, ну, может быть. Ну, чтобы вы понимали, вообще, Турция как бы светское государство со свободным вероисповеданием. Тут две церкви есть православные в Валайне, именно в городе, так что это лишь, всего лишь страхи. Друзья, мы решили вам показать немножечко, как вообще живут пенсионеры у нас наши в Турции. Начинаем вот с подъезда, посмотрите, вот этот золотой лифт, здесь вообще у них пальма, видите, в подъезде. Сравните, да, со стоим подъездом. Я, конечно, до сих пор удивляюсь. Ну, и сейчас покажет квартиру нам. Мы уже находимся в квартире. Игорь Леонидович, давайте нам экскурсию проводить. Давайте, заходите. Вот гостиная, которая по американским манерам совмещена с кухней, что очень удобно, что мне всегда все нравилось. Кухня, значит, на всем необходим. Ну, я, честно говоря, из ниши под холодильник, который был, решил пенал построить. По-нашему, по-российски, как мы привычные, чтобы пенал был для кастрюли. Ага. И сковородок. Здесь же вот есть выход на балкон. Балкон, да? Да, это балкон, который мы засеклили. Здесь получилась еще одна пожилая комната, например, говорите. Не знаю, на камере будет видно, не видно, но здесь прям... Замечательный вид. Крутой вид на море. Да, вот так открывается, и вот, смотрите. Можно посмотреть, здесь река слева. Вот здесь, да, у них слева дым-чай, то есть там тоже набережная, там шашлыки делают. Да. Вот здесь, смотрите, у них, как выглядит придомовая общая территория. Летом все это работает. Ай, вообще, красотища. Так, давайте дальше разговариваем. Покровный диван, на котором удобно. Здесь скоростной интернет. Всегда, когда покупаете квартиру, надо уточнять эту опцию, есть интернет или нет. У меня телевизор, честно говоря, тянет и 4К. Ну, у меня тоже 4К показывает. Нормально? Замечательный дом. Ну, в смысле, в моем комплексе. Ну, ниже хозяйственное, будем говорить, в естеральной машине каких-то еще дел. Это квартира 2 плюс 1, то есть две спальни с двумя самозлами. Так. Вот одна из спальни у нас. Так, давайте сейчас я отсюда. Ага. Если к вам приедут дети, здесь даже еще с этими, да. И вот другая спальня. Это будем говорить, мой кабинет спальни. Здесь я уже занимаюсь своим хобби, как я уже и говорил. Марки. Да, что. Филтри, это мое хобби. Это вот такие дела. Ну, ладно, это уже чисто личное. Санузел. Очень удобно, когда два санузла, когда с женой вместе приезжаешь из магазина, не в очередь. Каждый в свой туалет бежит. Ну, и еще один. Еще один. В этом санузеле я вытяжку еще сделал применительную. Ой-ой-ой, красота, красота. Ну, вот, друзья, небольшая была экскурсия по квартире российских пенсионеров в Турции. Четвертый вопрос. Очень важно всех пенсионеров. Интересует, что с медициной? Если вдруг заболеешь, что будет? Ну? И многие еще думают, что здесь медицина на каком-то более низком уровне, чем в России. Что здесь они, ну, какие-то, как эти с палками бегают. Я думаю, что об этом можно судить, если смотреть достижения медицины, будем говорить, в Москве замечательные достижения медицины. Может, в краевой больнице, откуда мы, в Краснодаре, там замечательно. Я лежал в краевой больнице два раза, там замечательные условия. Конечно, они гораздо хуже, чем здесь, но я думаю, что операцию там классно делают. Здесь и условия сами должны быть, и они такие и есть, они очень хорошие. У меня получилось как? Ведь на жительство не получишь, как сказать, если у тебя не страхового полиса, ты не получишь вид на жительство. У нас был страховой полис, когда мы с женой приехали, и буквально месяца через полтора, у нас еще не было интернета, и чтобы у нас было Wi-Fi, мы спускались в лобби, а там было прохладно, это было такое, вот зимние месяцы, там в лобби прохладно, мы там по интернету разговаривали с друзьями, знакомыми, и жена немножко простыла. И мы легли, вернее, жена легла в больницу, в местную, причем тут же есть государственная конкретно больница, поликлиника, а есть частная. Страховка оказалась замечательной, что у нас в частную нас направили страховщик. Это в Алании, да, где-то здесь? Да, в Алании, а на Долу центр такой есть, медицинский центр, а на Долу хоспитал, а на Долу хоспитал. В условии замечательный, ресепшн прямо там, две стойки на ресепшн, одна для местных жителей, другая для иностранцев. И там есть люди, которые по-английски, по-немецки, по-русски говорили. И вот русскоязычный там Фатих, такой молодой человек, все, хорошо, давайте вас устраиваем. Положили у меня жену замечательную палату на одного человека, со своим санузлом, с телевизором, диванчик рядом, что если за ней нужен уход постоянный, то кто-то еще из родственников может там спать, его кормят, ему постель приносит. Но это было просто здорово. И страховка это покрыла, ему ничего не заплатили. А сколько стоимость страховки в год? Я честно говоря, ну она меня не шокировала, я не помню сколько, ну не шокировала. Там что-то копейки на самом деле получается, если в год. Это для кого как, ну у кого какие доходы? Ну может там на 5 тысяч, может 4 тысяч. Я не помню. Тем более они разные есть. Мы же покупаем, как русские люди, всегда самую низшую цену, чтобы нам такой вид на жительство. На экране сейчас появится, я узнаю попозже, сейчас циферка появится, сколько стоит. Вот, и там, понимаете, как там, мы же покупаем самую низкую цену страховки, она бывает разная. Наша страховка предусматривает, чтобы не было этих заболеваний, которые у вас до этого были, как они называются, забыл, ну которые у вас по жизни, например, всегда, хронологические заболевания, чтобы их не было. Страховка это не покрывала. Хорошо, но можно ее купить, это дороже будет. Ну мы же покупали страховку, не чтобы лечиться, а чтобы получить вид на жительство. Оказалось, что она понадобилась. Все, меня жену там вылечили, с женой, правда, через какое-то время, еще через три месяца случилось совсем другое. Но это другой вопрос. Не будем, да, об этом? Ну нет, мы можем об этом рассказать, если уж медицину... Просто на сколько уровень медицины? Уровень, давайте так, без обмениповки, гораздо выше, чем в России. Гораздо выше. Вопросов тут вообще быть не может. Это даже не сомневайтесь, это гораздо выше уровень. Конечно, если делать операцию, и делали операцию на сердце, то мы платили. Это была платная операция, мы за ней заплатили, но это нормально. Я и в России, если бы меня в России, как я ужновал уже потом, если бы в России мы обратились в кровевую больницу, нас поставили на очередь. Но поскольку шунтирование сосудов надо делать срочно, мы бы, конечно, заплатили. И заплатили примерно те же самые деньги. Я надеюсь, что и в России бы сделали хорошо, я надеюсь, не знаю, но здесь сделали. Это замечательно. Я вообще слышал, ну вот читал сегодня с утра, что уровень медицина примерно немецкий. Они то есть ездят туда и обучаются в Германии. То есть европейский уровень медицина. Вот даже, наверное, в Германии мы не лечились, но я думаю, что так. Поскольку у них связи Турции и Германии давнишние, очень давнишние, и у турок, например, упрощенный въезд в Германию, получение визы, то я думаю, что так оно и есть. Это они их научили и отельному бизнесу, наверное, и медицины тоже. Немцы, в смысле, и в Турцию. Наверное, так. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Всех волнует пенсия. Как тут? Ну, люди вообще не понимают, на пенсию, во-первых, можно ли прожить? Ну, это такой вопрос. У кого какая пенсия, да? Вопрос очень странный. И второе. Вы же получаете российскую пенсию, живя здесь. Люди даже этого не понимают. Ну, это, да. Если люди вот это не поймут, и, как сказать, если у пенсионера... Им кажется, уехал, и все, вы тебя пенсию отобрали. Нет, ну там... Вопрос такой. Конечно, если вы пенсионер и не умеете пользоваться онлайн-банком, ну, я не знаю, как вы тогда живете. Если вам до сих пор приносят почтальон кэшем в сумке, конечно, вам не стоит в Турцию ехать. Ну, как вы? Вы будете бояться вообще всего. Вы не открытый человек. Я думаю, что любой пенсионер настоящий, в нынешних условиях, должен уметь просто современную пенсию. Современную, да. Конечно, пенсия маленькая. Я сейчас скажу, у нас вместе с женой 22 тысячи, кажется, пенсия сейчас выходит. Последняя какая-то. Вместе? Вместе. Вместе. 22 тысячи. Конечно, у нас есть пассивный доход. Но это, будем говорить, это наша пенсия, которая заслуженная. Не то, что мы накапливали, отдавая государству какую-то часть. А это та пенсия, когда ты еще в возрасте, в таком, когда у тебя движуха идет, ты наращиваешь свой бизнес. Ну, например, ты открыл один магазин, второй, или там купил квартиру одну, вторую, третью. Ты более становишься самостоятельным человеком, самостоятельным. И если вы сейчас, например, какой-то 30-летний молодой человек возьмет в ипотеку квартиру и выплатит за 10 лет, например, эту ипотеку, ему будет тяжело платить. Но через 10 лет у него будет квартира, которую он уже может либо жить в ней, либо ее сдавать в аренду и получать. Какой-то доход. Понимаете? Ну, это другое, это другое мышление. Конечно, на государственную пенсию, я думаю, здесь тяжеловато будет жить, если она у вас не повышена. если вы не работали где-то в спецуреждении, учреждении, либо на Атомке, ну, я имею в виду, на станции. Примерно 500 евро хватит семье из двух человек, я так прикидывал, чтобы здесь жить. 500 евро, это, ну, 30 тысяч, 35 тысяч на 2, 35 тысяч. Я думаю, хватит, я так рассчитывал. Но это вообще за все про все. Да, за все это. Это покушать, это коммуналка. Ну, пенсионеры обычно вот это не покупают уже, потому что у него там лежит уже. Когда мы с вами... Вот это здесь стоит, чтобы вы понимали, очень гораздо сильно ниже, чем в Сочи. Да, конечно, это очень дешево. Это как... Здесь есть... Ну, ладно, это другое вопрос будет про продукты. Про продукты? А я, кстати, не написал, так что можем рассказать. Я тогда расскажу. Продукты, чтобы наши, будем говорить... Молодым людям вообще бояться ничего. Это я советую даю пенсионерам или людям моего возраста. Мне 63, кстати. Я вообще не понимаю, когда моего возраста чего-то боятся. Ну, вы знаете, как... Здесь очень дешевые овощи, фрукты, да и хлеб тоже я вам сказал. Он очень вкусный, кстати. Хлеб, да. Хлеб. Это можно расползнуть тут же. Здесь дорогое мясо, баранина и говядина. Но это другое мясо. Это другая баранина. Ну, вот насколько дорогое? Чтоб просто подумать, сейчас в 5 раз дороже. Сколько? Нет, Килограмм говядины сколько стоит? Ну, от 600 до 800, наверное, да? Нет, 800 не помню. 400 рублей. Я в рублях говорю. 400 рублей. 400 рублей, это, наверное, все-таки баранина. Говядина, да? вы знаете, как? Это как, Никита, спрашиваете? Я всегда цену говорю, я же подхожу к витрине, я выбираю самое лучшее мясо. То есть, это самое лучшее, я эту цену помню. Это где-то 53-55 лир, но это 600 рублей. Все-таки, да, 600 рублей, это говядина стоит, баранина чуть ниже. Но вы знаете, какая там здесь баранина? Это сказка. Это оказывается, вот оно, я потом почистил, почему такая баранина, у них другая, не как у нас в Тамане. Оказывается, баранина, барашек должен быть забит от одного года до полутора лет. То есть, полтора года, это максимум, он уже дальше старик, барашек. Его бьют от года до полутора, поэтому он нежный, вкусный, ну это, не вонючий, он ароматный. Вы уже, видите, давно приехали, я первый раз, когда с Женей приехали, мы сюда год назад вот тоже об этом разговаривал, рассказывал, точнее, в своих видео, что мы когда салат просто сделали из помидоров, помидор, правильно, сыра, еще какая-то зелень, я его начал есть, я такой, ничего себе, это же просто помидоры, просто зелень, такая же, как у нас вроде была. Потом я заварил чай, липтон, который у нас, липтон, у нас дома, и здесь, мы липтон там не берем, в Сочи, здесь, ну я потому что ничего не знал, какие-то непонятные названия, липтон, единственная знакомая, мы купили его, я заварил этот липтон, говорю, что за чай такой, почему мы какая-то страна третьего мира, почему они нам такой чай плохой поставляют. Видите, как я, я очень балдел от того, когда мы посещали по субботам в Махмутларе, Рвинов, там вот возле часов, центральный рынок, он по субботам, ну я такой кайф испытывал, когда там хожу, он такой вот это вот, когда кричит кто-то из партнеров, берем, берем, зазывает, идешь, и вот это вот, как у нас на юге, тоже восточные эти рынки, они такие же, но я всегда от этого кайф испытываю, и тут я люблю там ходить, но сейчас уже не так, уже как-то ассимилировался, будем так говорить, сейчас уже у нас тут поближе рынок, в четверг проходит в Абаб, и там пошире, потише, поспокойнее, но это все равно... Ну вот мы снимали как раз недавно его, мне, кстати, скидывал товарищ летом, сейчас цены подороже, не сезон, летом цена на килограмм помидора за одну леру нашла, 11 рублей, чтобы вы понимали, Женя сейчас в Сочи за 280 рублей килограмм помидор покупает, на Кубани, Кубани. Ну, это вопрос, видите как, это вопрос опять упирается маленько в политическую ситуацию. Да, да, ну не будем, ладно, туда воприваться. Седьмой вопрос, минусы, какие-то же, где минусы, я все пытаюсь найти минусы, мне все спрашивают, давай минусы, а то получается, что мы нахваливаем. Давайте минусы. Надо знать, конечно, некоторые нюансы, их, будем говорить, русскоязычных знакомых, приятелей, друзей, которые здесь уже живут, которые попадались на подводные камни, и мы попались. У меня, машина у нас была, Паджеро, Митсубиши Паджеро, большая машина, которая кушает от 13 до 15 литров бензина, здесь бензин дорогой, здесь европейская цена, здесь будем говорить, где-то 90 рублей в литр, может 80, ну там. Ну 95 я тоже заправляюсь. Это зависит от цены на нефть, у них, кстати, очень реагирует, цена на заправки, а цены на нефть. Нефть подскочила, тут же, ну или наоборот. Я удивился, первый раз увидел, такой йодрус, 6,70, было 7 с чем-то, цена на бензин, сейчас 6,77, в смысле, цена может падать, ну у нас же, она только растет, либо стоит, стагнирует, либо растет, чтобы упало, 6,77 лир, 95, это получается 70 рублей. Ну вот, надо прикидывать, что она в полтора-два раза выше, и поэтому, здесь, как в Европе, малолетражные машины пользуются спросом, успехом, а я на таком внедорожнике приехал сюда, ну конечно, хорошо личные вещи было привозить, там полторы тонны привез, ура, но поскольку машине уже тоже было 8 лет, как мы ее купили, мы решили ее поменять, чтобы у нас не было, вдруг инфаркции не случится, образно говоря, ну правильно, чтобы не было инфаркта, чтобы мы ей тут не пришлось ездить, ремонтировать, мы решили ее поменять, хотя я мог ехать, ездить здесь машину, приехал, ты можешь ездить с иностранными номерами два года, поставил на учет, на таможене два года ездить, у нас случилось так, что мы, ну а давай там, через полгода мы поедем домой, сейчас поменяем машину, по делам съездим, мы назад вернемся, мы меняем машину, купили Шкоду Рапид, чтобы она там 7 литров кушала, доезжаем до границы, Грузия, Турция, меня не пускают, я не понимаю почему, я начинаю выяснять, начинаю психовать, у меня жена после операции, тут я ее одну оставил, она пойдет, там паспортный контроль, я вспотел весь, дозвонился по сотовому телефону, до местных тут и адвокатов, они мне говорят, есть закон, потом я его прочитал, хорошо выучил, навсегда на всю жизнь, есть такой закон, если вы здесь поездили на машине, с иностранными номерами, которые вы купили, не в Турции, а где-то там, в России, например, ну для россиян, у нас канал для россиян, если вы выехали, то въехать на этой машине, можете только через полгода, в течение календарного года, вы должны полгода отсутствовать, то есть вы можете на самолете летать, прилетать, но полгода отсутствуйте, и машина должна отсутствовать, это же самое, то есть да, и вы, и машина, Не только машину. Я тоже думал, машину где-нибудь поставлю. Если вы взяли другую машину, либо машину жене отдали или продали ее там, ну, фиктивно, и жена тоже не может уехать. Машина вот, только выехала три месяца назад. Она должна отсутствовать полгода. И вы должны отсутствовать полгода. В календарном году. Ну ладно, мы это все поняли. Теперь приехали опять на этой машине. Хотя есть, мы потом изучили интернет тоже. Есть для пенсионеров послабления, там какие-то, что можно один раз нарушить этот закон. Ну, для этого заморочки надо постили. Я думаю, надо перевести удостоверение или справку, что ты пенсионер и прочее. Ну, в общем, мы так сделали, что мы полгода, правда, отсутствовали. Не, мы прилетали сюда. Мы здесь жили, мы купили здесь скутер электрический, и на нем ездили. На нем ездили, потом уехали и приехали на машине. Сейчас приехали на машине. Что будет через два года, я не знаю. Ну, либо я машину эту продам, либо с сыном поменяюсь. Ну, что-то придумаю. То есть, это надо... Это вообще не минус. Почему? Ну, это, ладно, не минус. Но здесь минус. Смотрите, в Турции очень много автомобилестроения. Ну, таких фирм с зарубежным, там, Рено, Тойота... Много производят. Да, у них много этих заводов. Не знаю, как они поставляют в Европу свои автомобили по какой цене, но для местных жителей они продают ее на 25-30% дороже, чем у нас в России. У нас в России можно такую же машину купить. Я не знаю, насколько она хорошо будет сделана. Ну, вот если адекватно брать две машины в одной комплектации, в России дешевле, процентов на 25. Скорее, даже сейчас... Мы сейчас смотрим, присматриваем. Ремиль у нас два года уже подходит к концу. Уже даже там на 50% дороже. Может, на 50, да. Ну, опять, это зависит уже... Если кому-то не надо заморачиваться, и у кого поставляют средства, доход, он купит здесь машину. Я тоже, я говорю, не знаю, что у меня будет через два года, потому что есть всякие варианты, могут случиться. Может, я выйду. Один из вариантов сын говорит, так, давай, ну, вы едете там, попутешествуете где-то, потом мама приедет, ну, в смысле, я жене продам машину, она въедет на машине, еще два года поездите, а потом мы с тобой махнем. Или как, или ты мне отдашь себе новую купишь. Будем думать. Ну, в общем, такой вот нюанс есть. Его надо знать, понимать. Так, еще есть какие-то минусы? Ну, здесь электричество. Так, подождите, здесь электричество дороже. Электричество, да, дороже. Да, вот смотрите, тариф, вот у меня, например, в бизнесе тариф раза в два выше, чем в жилье, в Тамане у нас. Здесь примерно, как у меня в бизнесе, здесь такой же тариф на электричество. А вода наоборот дешевле раза в полтора. Вот так. Здесь, в отличие от моей станицы Тама, везде стоят оцеркованные мусорки. Здесь всегда можно выкинуть мусор. У меня сейчас приезжая автомат, невозможно выбросить мусор, потому что только дома его копить и потом выносить. Раз в неделю его собирает ЖКХ. Ну, я не знаю, это удобно или неудобно. А если я просто еду, и мне надо вот пакетик выбросить. Нету маленьких мусорок даже. Даже возле магазинов нету мусорок. Мне надо вот мороженого пакета вывозить, и некого. Это неудобно. Здесь есть всегда. Ну, что еще здесь? Здесь сейчас зимой всегда, всегда эти мандарины висят. Минусы мы рассказываем сейчас. Это минус. И хочется покушать. Надоели эти мандарины везде висят. Так, попили мы чай. Спасибо большое. И вспомнили один минус. Вы нас вспомнили, я уже забыл. Не цели. И языковой барьер. А, языковой барьер. Ну, это я не знаю, минусы или нет. Но это надо быть коммуникабельным человеком в любой стране, куда бы вы ни приехали. А если вы будете путешествовать, то у вас вообще этого комплекса нет. Приехав в Турцию, я вам сейчас скажу, в сфере обслуживания почти все на рынке либо в магазинчиках знают по-русски много. С английским вообще дружит, особенно молодежь. То есть и в супермаркетах, если вы чуть-чуть знаете английский, ну, либо сами выучите 200 слов хотя бы. И вообще никаких проблем нет. Ну, и всегда можно показать. Это вот так мой язык универсальный. Да, всегда можно. Вот так вот что-то там. Изображаю звуки какие-то. How much? Можно ли я всегда спросить. И все. Ну. Так, так. А, свинины нет. А, свинины нет. Снины нет, ребята. Ну, это уж да, нет. Ну, ничего. Зато потом соскучитесь, когда дома с удовольствием покушаете свинины. Тут гречка есть. Да, гречка. Нет. С гречкой. Тут даже бекон можно найти. Но цена запредельная. Около двух тысяч нарезочка там такая за килограмм выходит. И я такой не покупаю. Жена иногда говорит, я говорю, да икру дешевле купить-то будет. Потому что тут есть магазины, где можно хлеб дарницкий, например, купить. Там, бородинский можно купить хлебушек. Можно сметану купить. Но хотя мне лабне, так называемый местный продукт, кисломолочный, похожий на сметану, мне больше нравится. Здесь нет пальмы. Здесь нет, ребята, пальмового масла. Если оно на чипсах можно найти, что используется в пальмовом масле, то это написано. Здесь не написано растительное, здесь написано пальмовое масло. И вы сюда увидите. Но нет подставы в молочке. В молочках будет только натуральное. Это... Молочка, да, тут вообще другая. И стоит копейки. Так, восьмой вопрос. Чем занимаетесь в свободное время? Ну, тут, понимаете, как-то. Вот когда мы решили с женой, что мы уходим на пенсию, ну, то есть не то, что мы дождались, когда государство нам даст пенсию, а это было лет 7, наверное, назад. Может, 6 назад. Я сам, я все говорю, устал, давай мы уходим на пенсию. Потому что я был шахтером, в принципе, я в 50 лет должен был на пенсию уйти, по большому счету. Но стаж был, не был выработан до конца на шахте, потому что я ушел в бизнес, и мы всю жизнь бизнесом занимались. Сами для себя решили, что мы уходим на пенсию. И многие друзья и приятели спрашивают, а чем будете заниматься? Я вам сейчас скажу, мы много путешествуем с женой. Например, в прошлом году, после ее инфарктов, инсультов, операций, мы были в трех странах, Боснии, Герцеговине, даже в четырех. Боснии, Герцеговине, потом еще одна была поездка в Италию, и Сан-Марина, и одна поездка была в Испанию. Хотя мы в Испании ее не раз были. В мае у нас планируется еще раз Испания. Испанию мы очень любим. Но это другой вопрос. Потом, здесь, наконец, на пенсии, в Турции можно заняться собой. Правильное питание, спорт, физкультура, здоровье. Вы, наконец, продлите себе жизнь. Понимаете, есть такая глупая поговорка, и не куришь, не пьешь, и здоровьем кем помрешь. Я хочу здоровьем кем помереть, я хочу на скаку помереть, я хочу, чтобы не было там, ну, не сразу, не завтра, но чтобы я был здоровый человек. Я не хочу болеть 10-15 лет, а потом помереть. Я хочу на скаку умереть, еще не скоро. Поэтому мы путешествуем, у меня есть замечательное хобби, у Женис Хобби, но оно не замечательное, поскольку она очень повернуто готовит чего-то, а ей кушать нельзя, и мне тоже кушать нельзя. А кого-то надо кормить, она готовит. А у меня хобби, я коллекционирую всю жизнь марки, поэтому я очень много знаю по географии, по истории, и много чего знаю. Круто. Ну, у вас, мы вас вообще встретили на дорожке, беговой, да? Нужно же сказать тоже, что у вас тут бассейн, в комплексе. Да, этот комплекс, ну, вы понимаете, мы купили эту квартиру, сейчас я расскажу, как я купил квартиру, как я советую покупать квартиры. Ребята, я всем друзьям, родственникам говорю, если вы загорелись, и вы когда-то были в Турции, а много русских было в Турции, и вам понравилось в Турции, как надо покупать? Ну, по интернету всегда можете найти агентство, созвониться, посмотреть их варианты. Обязательно, я думаю, надо приехать сюда, если вы не были в Турции, приехать и посмотреть на Еву, что вам предлагает рынок. Вы определили бюджет, я не знаю, 30, 50 тысяч, 100 тысяч долларов или евро, определили бюджет, определили пожелания, с видом на горы, с видом на море. Кстати, с видом на море у нас квартира замечательно. С видом на горы не хуже, горы тоже очень красивые. Они сейчас, вершины подснеженные, тут плюс 15, 18, а там снежная вершина. Это тоже красиво. Я не думаю, что переплачивать с видом на море это обязательно, это не обязательно. Если у вас будет квартира с видом на море и с видом на горы, будет еще лучше. Поэтому, когда вы определили параметры квартиры, вы задаете риэлтору, вот у меня такой бюджет, вот такие параметры. Шаговая доступность до моря. Всех волнует этот фактор, потому что я хочу, чтобы 400-500 метров было до моря, чтобы я спокойно со своим внуком или сынишкой дошел до моря, чтобы он не устал и назад вернулся в пляжные полотенцы. Это понятно. Посмотрите, чтобы у вас были рядом торговые центры. Тоже понятно. Если вы молодой человек, то вам нужно тусовочное место, то это один район или два района здесь в Алане. Если нужно спокойные районы, то это другой сосед. Вы определили эти параметры и покупаете. Не торопитесь. Смотрите разные варианты. Вы определились потом с вариантами и начинайте выкручивать руки продавцу. Если вы покупаете у турок, то у турок всегда завышенная цена. Хоть что вы покупаете. Делите ее сразу. Можно сбросить. Мы со своей квартиры где-то процентов 25-30 сбросили, плюс еще опции добавили и нам продали эту квартиру. У нас замечательная квартира. Мы, наверное, еще посмотрим на эту квартиру. Я не буду говорить, что это престижный комплекс, у которого инфраструктура такая, что есть зимний бассейн, здесь летний бассейн, есть тренажерный зал, куда мы любим ходить. Честно говоря, я, например, очень люблю ходить. Потому что в таком возрасте, как я, это очень полезно. Полчаса. Знаете, до какого состояния человек должен заниматься физкультурой? Пропотеть. Вот из парень хлынуло. Вот это ты уже разогнал кровь, разогнал сердце. Будем говорить, легкие прокачал. Ну и живи дальше без инфарктов, инсультов. Вы так рассказываете, видите, для вас это стало обыденностью. А у нас-то пенсионеры в бассейне-то сходят, может, раз в год. Вы знаете, у нас сейчас, вот здесь, ниже у нас на этаже, на четвертом, живет финка в нашем комплексе. Она старше меня. Видно по возрасту. Я не знаю, сколько ей лет, потому что мы только так, здравствуйте, до свидания, познакомились и все. Полная венка. Я ее один раз видел на бассейне. У нас бассейн 25-метровый. И смотрю, она туда-назад, туда-назад, плывет, плывет, плывет. Потом я ее встречаю в лифте. Я говорю, как можно столько раз плыть? Я туда-сюда два раза сплавал, у меня уже дыхания нет. А она старше меня. Она говорит, я километр плыву, 40 раз туда-назад. Ей лет 70. Я говорю, как же, вы же из Финляндии, там же лыжи, там, ну, я не знаю, хоккей. Нет, я говорит, я всю жизнь плавала. Ну, я вижу, она профессионально плавает. Она хорошо плавает, но... Молодец. И я вам скажу, пенсионеру, вы сюда приедете, даже если вы никогда не занимались. Потихонечку, потихонечку. Здесь такие дорожки, такие тренажеры хорошие. Я об этом говорю, кстати. Главное, вот, инвестиция, так скажем, да, в свое здоровье. Ну, здесь же экология, продукты, то, что вы потребляете, чем вы дышите. Это же, ну, самое важное, что есть. Ну, мы как-то об этом не задумываемся, да, почему-то. Ну, обычно говорят... Задумайтесь, ребята. Говорят, как Бог положит, так сколько... Да ну мне судьбой столько проживу, это неверно, это неправильно. Я не знаю, все эти поговорки, мне кажется, оправдывают бездействие. Я когда сюда ехал, во-первых, где родился, там и пригодился. Что там еще, вот эти миллион поговорок, это лишь бы ты лежал на печи и ничего не делал. Оправдание. Ладно, последний крайний вопрос. Советуете ли вы Аланию для переезда? Людям из России, русскоговорящим людям, ну, скорее всего, нас смотрят, обижаются, что мы говорим, что только Россия. Все, кто понимает, что мы говорим, к вам, вам сейчас ответит Игорь Леонидович. Советует ли он? Ну, конечно, я человек, будем говорить, даже не объективный в этом вопросе, раз я выбрал Аланию. Хотя я всегда рассматривал Европу. Но раз я выбрал Аланию, она мне очень понравилась. Ребята, здесь сумасшедшее. Сумасшедшее, ну, я всегда любил Средиземное море, здесь сумасшедшие красоты моря. Туркино, кстати, называют Черное море, Черным, Карадеминиз, а Средиземное называют Белым. Вот понимаете, вот эта прозрачность воды удивительная, вот этот закат на этом море, у нас помрачительнее. Вам купаться понравится, отдыхать, ну, если вы не можете приезжать сюда, вы купите квартиру, конечно, если у вас есть средства, купите квартиру, приезжайте сами, пусть приезжают ваши детки, если вы не хотите здесь постоянно жить. Ничего страшного, это ваши инвестиции, это деньги, которые не сгорят в банке где-то там, или еще в рискованной инвестиции, понимаете? Я думаю, вам стоит посмотреть и стоит задуматься и купить. Ну, здесь классно. Друзья, ну, вот такой вот минорной, да, ноте, или наоборот, как нота другая-то есть? Мажорной? На мажорной ноте мы заканчиваем наше интервью. Мы сейчас еще снимем квартиру, но это мы поместим в начало ролика. Хорошо. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Спрашивайте, задавайте вопросы в своих комментариях, мы попробуем, постараемся на них ответить. Всем пока и меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Счастливо! Спасибо. Спасибо.